Мои зрители нашего вебинара, рады видеть вас, а я надеюсь, что вы с вами, а я надеюсь, что вас видит нас. Мы в очень необычной обстановке, с очень необычной людьми, и тема нашего занятия, довольная интервьюальность, учитывая организация финансового бизнеса, основные направления, перспективы, расскажет нам об этой теме и, главное, покажет оценка, как это не за разной болезнью, Сорокин Владимир Ильич. Ему я предлагаю слово. Спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемые школьники выпускных классов. Сегодня вы находитесь в корпусе Штутер-национальной медицинской технологии. Сегодня мы с вами будем говорить о теленарии как таковой и о том, что вы здесь можете для себя иметь. А, в общем-то, бизнес – это, как говорится, не состояние чему-либо, состояние души, которое позволит вам быть достаточно успешным в дальнейшем. Хотелось бы сначала представить тех, кто будет трогать самую. Это доцент в качестве незаразной болезни, как садоваренная Филиппова. Она вам покажет и продемонстрирует достаточно уникальные точки исследования и лечения животных, которые совсем недавно еще были, но, в общем-то, козырем в медицинской практике, в практике гуманной медицины. А сейчас уже с успехом применяется, в том числе и на нашей кафе. В операционной, забегающей чуть вперед, с которой мы имеем связь, согласно телекоммуникации, находится еще группа, которая параллельно ведет хирургическую операцию, достаточно, можно сказать, плаванную, вкладываем, посвященную так называемой стерилизации кожи, то есть удаление яичников и матки. В качестве хирурга, вернее, хирургом будет выступать Святого Александровна Чуносова, выпускница седьмого года этого столетия, аспирант нашей кафе перед третьим годом облачения, она же старшая ветеринарная врач, ветеринарная клиника Государственного правильного университета. На нашем семинаре присутствуют студенты 12-й А. Патрульпы факультета ветеринарной медицины. Они уже выбрали для себя, сделали выбор, и, в общем-то, я надеюсь, и если я сейчас так и шептался, явно разочарована, неогонит, я тоже, наверное, хотят увидеть в этом бизнесе, получив соответствующую квалификацию профессии. Ну, а сейчас представив всем, как говорится, дав возможность дальнейших действий, разрешите продолжить. Пожалуйста, начинайте свои подготовительные работы, а мы время, время, будем обращаться к их действиям и говорим, для чего и зачем это заниматься. Так вот, говоря о резности как каковом, можно предполагать, вернее, как она и есть, что под силу сам подразумеваются какие-то отношения между людьми, основанные на каких-то имущественных отношениях. Если забережать чуть-чуть, не можно сказать, чуть-чуть, а историческую перспективу, назоверяем, становление человека как социально назначенного структуры, в катеринарии всегда была поскрепка, потому что отомашивание животных предполагало обеспечение их здоровья, их продуктивности, и поэтому я не могла забегать вперед, называть цифры, набирать те тысячелетия, которые произошли с момента, когда это стало, в общем-то, значимым. Все равно, в любом случае, те, кто занимался лечением, врачеванием животных, были несколько выше социально, чем те, кто этого не умеет. С учетом того, что животные, кроме цели питания человека, отпороченной пророкцией, еще имели и значительный вес в вооружении крови, начиная с лошадей, кончая с ломов, вы знаете, все это блюдо и все остальное использование. Поэтому, конечно, ветеринарные врачи, вернее, врачи, не сказать, что это врачи, а именно лекари, и в то время уже были, как говорится, на пересчет. Ну, опустим средние века, опустим все, что было после этого, и остановимся на нашем действительности. И здесь, опять же, обратимся к мировой практике. Что такое ветеринария, что такое ветеринарный бизнес на уровне ведущих производительных господукций? Это человек, как правило, я имею в виду ветеринар, и этого никто не стыдится там, почему? Хотя у нас есть такой ветеринар, какой-то грязный, пьяный, может быть, где-то валяющийся иногда. Это совершенно не так. Наоборот, это люди очень инициативные, совершенно достаточные. В первую очередь, там, где им хорошо платят. Ветеринарный, проработавший всю жизнь своей профессией, допустим, в той же Германии, он обеспечен и социальность, и имущественность, и, согласно закону, вычислению от зарплаты на налогу, но и за счет заработанных средств. Я не буду приводить к вере, но выпускников нашего вуза, нашего факультета, сейчас 52 человека находятся в Германии. Это не антикнически, они выехали, и большинство из них работают в области ветеринарии. Печелы, оставшиеся в большинстве в гостях, в том числе и государственных ветеринарных служб, и, в общем-то, и владеют фирмами. И для этого дают возможность им, как говорится, быть достаточно. Что касается России, то в свое время в Советском Союзе ветеринаризм была представлена только государственной структурой. В настоящее время государство отходит от ряда проблем, которые должна решать исчезновение. Оставили за собой только, в общем-то, две явно выраженные цели. Первая цель – это борьба с заразными болезнями и животными, и болезнями, которые свойственны и человеку, и животным. И вторая цель – это обеспечение безопасности продуктов питания, животного и растительного происхождения на всех этапах производства и переработки. Все остальное должен делать бизнес. То есть здесь нужна инициатива. И, в общем-то, с 90-х годов такая инициатива присутствует. Прошу прощения за то, что у нас есть слайды. Я думаю, чуть-чуть пройди и пробусь. Еще немного. Это обозначается темой на слайдах. Ну, это направление ветеринарного, уже специально назначено. Самой тени следующее. Вот я сказал про обозструктуру. И здесь еще раз повторяю, что, в общем-то, структуры областного звена и главная роль – это государственный ветеринарный надзор, который контролирует все и вся. При Министерстве сельского хозяйства есть областное управление ветеринарией, существует противобезонатический отряд, который как раз и действует только в плане обеспечения безопасности борьбы с болезнями животных, и областная научно-производственная лаборатория. Эти структуры только представлены в области в Киевике. Это очень серьезные и кадры, и оборудование в этих лабораториях, которые позволяют решить многие вопросы на местах. В каждом районе есть район управления ветеринарией, как правило, районы или межрайонная ветеринарная лаборатория, и лаборатория в ветеринарии, в некоторых местах. В связи чаще всего это присутствует на рынках. Какая же нормативная правовая база, где оказали ветеринар на пустыне? Без этого никак нельзя. И в общем-то в России по сей день базы, полностью обеспечивающие взаимоотношения владельцев, жирного зона и ветеринара, еще не до конца не доработают. Но все равно впервые в российском законодательстве, в частности в гражданском области, есть статья, которая предъявляет этот вид деятельности человека отдельной статьей. Не все, не всякий вид деятельности, там начало отражение отдельной услуги, выделено особо, но в той части можно это все посмотреть. Одним из важнейших документов, которые еще определяют, регулируют правила оказания ветеринарных планов пустын, является как раз восстановление от 98-го года. Что касается забор ветеринарии, которого мы ждем уже достаточно давно, но он почему-то совершенно долго теряется в кулуарах дома и как-никак не дойдет до состояния третьего чтения. Но я надеюсь, что он будет выйдет, и там как-то все это будет разозначено. Но в то же время, еще раз повторяю, сейчас все есть для того, что у нас инициативные люди смогли заниматься ветеринарным бизнесом. Какие же формы ветеринарной деятельности наиболее возможны для любого ветеринарного брача, в соответствии с фабрикацией, и доступны? Это ветеринар по вызову. Это ветеринар, который создает какое-то небольшое помещение для предприятия животных, и ветеринарные кризисы. Как правило, такая и такие структуры используются ветеринарного обслуживания у мелких, непосредственных животных. Это чаще всего города, это чаще всего крупные населенные пункты, где достаточно большая концентрация кошек, собак и других достаточно экзотических видов животных. Характеристику каждого из этого вида деятельности. Что такое ветеринар под вызовом? Как правило, и к сожалению, это так, это люди, совершенно не имеющие, можно сказать, доступ, имеются в правовой однике, не зарегистрированные, определяют какую-то сферу деятельности, находят клиентуру и ездят, лечат животных. Ну, может быть, они и помогают, я уверен, что многие из них достаточно кривоцивны, но это совершенно не верно с правовой точки зрения. Во-первых, вот от налогового, во-вторых, просто специалист не все может сделать в таком уровне ветеринарной диспетчине. Часто животные, которые поступают к нему на прием в дальнейшем, попадают в серьезные случаи, в серьезные заболевания, в критическом состоянии, уже в более серьезные ветеринарные учреждения в творческой ветеринарной группе. Так вот, такой бизнес есть. Надо просто создать соответствующую структуру ветеринарную, нанять обыкновенного диспетчера, телефонной связи, это сейчас вы знаете, и крупно, и группу ветеринаров, которые есть в области. Как правило, это работает, и работает неплохо, но и пячивают только в крупных городах. Хотя, в общем-то, и в сельской местности, и, наверное, в первой сельской местности, в первую очередь, на первом этапе становление ветеринарных детей, и это возможно. И вы знаете, что ветеринары в сельской местности как раз работают только по высоте. Правда, они работают, не имея каких-то правовых отношений между воздельцами животных, но так оно и есть. Издревле мы не говорили, что ветеринар никогда не умерет с голодом. Он всегда будет следить за этот самый высокий мест, который позволит ему выкрыть себя и своих детей. Следующая деятельность – это ветеринарные кабинеты. Но это уже небольшое помещение, чаще всего одно какая-то комната, может быть, с небольшими дополнительными помещениями, где практикует отдельно или два ветеринарных специалистов. Ну, в таком кабинете уже разместить можно определенные диагностические оборудования и небольшой хирургический уголовок. То есть уже уровень ветеринарного расслуживания достаточно высокий. Но опять же, ветеринарные кабинеты, они в настоящее время не могут быть реализованы, потому что запрещены законом. Чуть позже я обеспечу, потому что требования к помещения контролируются. И они должны быть соответствующие уровни, соответствующие размеры, соответствующие соответственно внутренней отделке и так далее и тому подобное. То есть у вас не будет возможности просто взять какое-то в аренду помещение, достаточно приспособленное к лицаме, не имеющее отдельной модернизации, и устроить так и длинно. Поэтому мы говорим сейчас, если говорить о ветеринарном бизнесе в городах, то это в основном ветеринарный фигути. То есть когда у вас уже есть опыт ветеринарного вызова, вы прошли ситуацию, связанную с ветеринарным кабинетом, вы можете смело приступать к организации серьезного и легкого. Очень серьезного, в любом случае, уже ветеринарного фигути. Что это у нас из себя представляет? Это должно уже быть ряд помещений, включающих какую-то зону ожидания, потому что владелец животного не может стоять на улице и ждать, пока вы там закончите очередной прием. Желательно, конечно, регистратуру, где вас примут и тут же определять состояние, сделать регистрацию животного и вашего как владельца с указанием адреса и так далее и так далее. Конечно, нужна аптека, потому что без медикаментозности совершенно невозможно что-либо делать. Естественно, нужны помещения, а они должны определять по определенным требованиям, то есть доступность, это охрана и двери, это наличие холодильника для хранения биокаппаратов, то это уже все не так просто. Кроме этого, кабинеты для приема или один кабинет или, в общем-то, несколько кабинетов есть и есть, которые включают обязательно смотровые кабинеты, процедурные, операционные, то есть все это зависит от того, насколько вы широко действуете, насколько у вас позволяет денег. Что туда должно быть еще входить? Это кабинет рентгеновский, должен и нужен. По сожалению, его устройство, оно сопряжено с рядом ограничений государства. То есть, если вы сделаете рентген-кабинет, то обязательно надо и заключение санэпидемнодзора. Это очень удобно, но, наверное, разумно с точки зрения охраны людей, которые работают на этом оборудовании и подвергаются обучению во время исследований. Обязательно должна быть какая-то лаборатория, хотя бы небольшой оболочий, где вы могли бы поставить после клинического обследования диагностику, уточнить его, использование анализа крови, мочи и так далее и тому подобное. Но это обязательно должна быть и ординаторская. Ну, у нас это называется и так, у нас зона отдыха, у нас есть в клинике такая вещь, мы еще будем говорить об этом, но в любом случае врач должен принять пищу в районе, отдохнуть и так далее и тому подобное. Ну, понятное дело, санузел, это уже самое желание, конечно, с хорошими душами, с хорошими условиями. Следующий. Ну, выбор помещения. Значит, когда мы говорим извините, включите, пожалуйста. А выборим помещение, следующий слайд. Он должен находиться не менее 50 метров от нижних помещений. Поэтому чаще всего или строят специально для этого отдельного помещения Эйленд, то помещение не ближе, чем 50 метров. Если вы организуете стационар, то есть помещение для передержки животных, а может быть и гостиницы, это тоже достаточно разумно с точки зрения ветеринарного бизнеса, когда владель живот уезжает надолго. Им некуда оставить, не с кем оставить. это задает определенные деньги, хорошее оваловое средство. Когда вы полностью наберете на себя ответственность за здоровье и благополучие животного. Но вот если такое стационар есть, то мы должны уже удалиться от желающих помещений на 150 метров. И это все очень строго согласовывается. Ну, а для небольшой лечебницы достаточно где-то 60 квадратных метров. Вот наша ветеринарная клиника Агао занимает 120 квадратных метров. И это достаточно. Можно, конечно, заниматься гигантоманией, можно устраивать и более серьезные с точки зрения площадей помещения, но это не разумно, потому что за все надо платить. И за все как раз это будет вас подрывать бизнес. Большие требования к отделке помещений. Возможность дезинфицировать, все более спроводить санитарную оценку. То есть это пластик, это плитка. Как вот здесь в этом помещении вы видите, обязательно до самого потолка идет плитка, полный плит и так далее. Все должно быть подвержено хорошему уровню стерилизации. Ну, вот если считать небольшую клинику, то на ремонт, не включая материалы, можно уйти около 1200-300. Ну, много я понимаю. еще раз повторяю, бизнес этот, он немало заправлен на первом этапе, хотя достаточно быстро покупаем в дальнейшем. Что лучше? Своё аренды? Конечно, если есть возможность что-то построить своё, или вам кто-то поможет инвесторам, то надо, конечно, построить здание. Если такой возможности нет, то хотя бы аренды. Но аренды не имеют, потому что стоимость аренды различная. В Москве есть не сопоставимая стоимость аренды в Оренбурге, но всё равно она как-то ложится и влияет на прибыльность предприятия. Следующая степень. Какое же оборудование необходимо иметь в клинике? Специально какого-то перечня оборудования, которое должно быть включено в совершенно отсутствие. Но в то же время вы должны представлять себе, что операционные, соответствующим оборудованиям для стерилизации инструментов и санации помещений, которые находятся в этом операционном, должно быть. Обязательно должны быть расходные материалы. Их должно быть достаточно много на определенную сумму, чтобы в какой-то интересный момент у вас с вами не закончилось. Не забывайте, что ветеринарный бизнес предполагает накопление, а потом хранение различных биоотходов, при проведении операций, это будет кинематия биоотходов. Это всё надо хранить в соответствующих утилизированных подоговорах, соответствующих предприятиях, которые в дальнейшем будут в водительстве биоотходов. А вы их будете заказывать по аренде. То есть это, опять же, определенный расход. Ну, говорить о сложном диагностическом оборудовании на первом этапе может быть и трудно, потому что всё это дорого, значительно, но всё равно это оправданно. Хорошо, если в вашей клинике будет апельген, ещё раз повторяю, ультразвуковая диагностика, анализаторы и прочее. Ещё раз повторяю, владелец животного, он хорошо идёт на то, чтобы отдать вам свои деньги с радостью, когда он почувствует, что вы всё это знаете, имеете, и у вас в уровне, во вчера в его клинике, и ему там не понравилось, а ему понравилось, как принимаете, и на каком уровне диагностировать и лечить именно в вашей клинике. Что касается персонала, это очень важно. Начнём всё с персонала. Если у вас есть на кого опереться, если у вас есть кадр, начинайте с него работать. На любом уровне кидайтесь, как говорится, с головой в голову, потому что от кадров, от того подбора персонального зависит многое совершенно. Конечно, опытные врачи должны быть, они будут вести приём, они будут ставить соответствующий диагноз, а уже малые специалисты, молодые специалисты под их руководством будут проводить уже назначение. То есть проводить какие-то инъекции, какие-то манипуляции животных. Ну и естественно, такая молодёжь она должна быть. И как бы вы ни старались, говоря, что вы при выпуске с нашим дипломом уже готовых действий, это не так. Где-то 3-5 лет уходит на становление инъекциональной врачи. Будь то в хозяйстве, где вы будете работать, непосредственно с продуктивным животным, будь то в какой-то клинике расходить и продуктивным животным. То есть вы наберётесь опыта и достаточной квалификации, которая позволит вам хотя бы не навредить это точно, только через это время. Поэтому после вузовское образование это просто обязательно для инъекционального бизнеса в том числе. Ну, оплата труда, когда она бывает или издельная, это разумно, когда человек знает, сколько он заработал от того, сколько он собрал денег, или же почасовая тарификация. Здесь уже выбирает руководитель предприятия, бизнесмен и подтверждается трудовым браком. Но в любом случае она должна лицефиксивно быть. Имейте в виду будущие бизнесмены. Уходить от налогов не надо. Соплотите, говорится, и спите спокойно. Хотя налоговая база сейчас очень, ну, можно сказать, затрата. Я это на себе почувствовал, на себе, на своём предприятии. Я ещё директор принятил. Последние два месяца серьёзные социальные налоги, которые мы стали платить дополнительно, по сравнению с прошлым периодом, они, конечно, здорово снизили данные предприятия. Ну ладно, это предприятие решает, а мы должны проживать в любых условиях. Окупаемость. Ну, здесь буквально несколько слов. Не думайте, что у вас бизнес будет развиваться, как вы говорите. Обязательно будет какая-то трудность. Если это поджинники, первые месяцы вы будете принимать животных фактически по капле, по несколько человек. Вся та рекламная компания, которая будет его делать, она должна быть, она, конечно, замечательной. Вас люди должны услышать. Но реклама, ведь у нас в бизнесе, практически самая действенная луна. Из уста. Если вы прекрасно вылечили животных, если вы прекрасно сработали, то, как правило, этот владелец животного приведёт к вам, по этой статистике известно, сеть новых клиентов. А если вы загубили животное, если вы неправильно привели лечение или совершенно неэтично отвезлись к платежу животного, то, как минимум, четыре человека вам не приведут. Поэтому, ещё раз повторяю, всё зависит от того, как вы работаете. Но вот окупаемость, если подвести итоги под этой мыслью, предприятия, небольшой клиники, небольшой лечебности, в том числе и сельской местности, как правило, окупаются в затраты в течение 2-3 месяцев. Что можно… Сергей, следующий слайд. В качестве каких-то моментов, которые предполагает развитие. Развитие динамового бизнеса вам должна быть понятно только в одном – вы должны расширять сверху услуги. Каждый час, каждый день думайте, что вы можете ещё сделать. Не просто руками шаловливать, обманывать владельцев животных, а именно расширить сверху услуг на высоком уровне. Это и врачи по вызовам, это лаборатория на диагностике, очень удачные косметические условия, что касается клиник. И стационара. То есть, вы должны, ещё раз повторяю свою мысль, постоянно быть в поиске, постоянно быть в духовке в томасе и не останавливаться на достигнутом. Опыт в других клиниках, опыт в других стран вам подскажет и ситуация, связанная на рынке, в вашей местности, где вы работаете, что вас требовало в первую очередь и двигаться в этом направлении ниже денег, ни себя, ни средств. Тогда ваш бизнес будет более удачным. Ну, ещё раз говорю население, в семье венецких поселительствах. Ещё раз говорю, частно практикующие ветеринарные врачи. Вот это термин, это понятие. К сожалению, в сельской местности это очень понятная и, в общем-то, естественная сфера ветеринарных действий. Почему-то наши ветеринарные врачи не идут и регистрируются как частно практикующие. Если эта практика есть, то она практически подходит. Но это большой бизнес. И, в общем-то, в других государствах подсоветского пространства в настоящее время, частно практикующие врачи, они лицензируются, они получают право ввести эту деятельность очень и очень широко. Я часто бываю в Украине в день раз в году, по 10-15-20 и я знаю этих врачей, это прекрасные специалисты, имеющие хороший опыт, кроме этого, оборудование в той или иной достаточно узкой специфической деятельности, где он достигнет больших результатов своих труда. И они работают, причём прибыльность их деятельности значительная. Но у нас, по-другому, это всё ещё впереди. А хотелось бы сказать о сервисных предприятиях. То есть не всегда хозяйства, особенно крупные товаропроизводители, животноводческие продукции, могут силно своей ветеринарной службы обеспечить здоровье животным. И здесь им помогли бы такие сервисные... Я назвал, почему сервис? Сервис это обслуживание. Это условное название такого. У него нет никаких законодательств. Сервисные сцены. То есть руководители предприятия или же группа каких-то руководителей по договорам заключают с какой-то определенной фирмой договор на проведение тех или их работ. Конечно, они не могут вести всё хозяйство, выходить за каждым выхаживать, каждого калюта, калюта, корову или свиноматку с поросёнку. Но определённые виды работ, которые, ещё раз повторяю, невозможно сделать специалистами хозяйства в силу недостаточных препаратов, оборудования, они должны всё это сделать. Это наиболее перспективное направление. И мы, в общем-то, начали делиться в этом направлении. 15 марта этого года я зарегистрирую предприятие, которое, как раз, я надеюсь, в будущее, может быть с вашей помощью, может быть с вашей помощью, уважаемые выпускники в школах, будут достаточно надежными. Ещё раз повторяю, нам, к этому поколению, к которому я себя отношу, не сказать, что ничего не надо, но мы уже достаточно и тем, что имеем. А вот вам такие формы деятельности, они наиболее приятные. Ну и врачи по найму, они были и будут. То есть вы поступаете или в клинику на работу, или журналистируете в центр свободного работы и определяете сумму зарплату согласно тех трудозарплат и получаете соответствующие деньги. Перескочили. Следующий, да? Значит, этап реализации. Ну, первый этап – это образование. Как бы мы ни говорили, в бизнесе, наверное, тоже могут быть менеджеры, которые совершенно не знают, как они. Но это неправильно. Даже непрактикующий менеджер, имеющий непрактикующий, сам не принимающий постоянное животное, он должен знать проблемы ветеринарных, как говорится, внутри себя их полностью знать и решать. Я еще не видел ни одной крупной фирмы, и не очень крупной фирмы, и то же самое, крупных ветеринарных центров Москвы, Денинграда, Киева, где в руководстве стоял бы не ветеринарный врач. Обязательно ветеринарный врач, причем достаточно с уникальными способностями в той или иной области. То есть, я еще раз подчеркиваю мысль, первое, что вы должны знать – это улучшительные методы утилизации и получить образование. Вы знаете, что ветеринарному делу, ремеслу готовят – это вузы, средние профессионально-технические учреждения. Кроме этого, еще раз повторяем, если не закончить вузы, не думайте, что вы все будете знать и иметь, вам надо обязательно иметь вузовское образование, вплоть до аспирантура, кто это пожелает и достиг, с определенным успехом во время обучения. Но чаще всего это повышение квалификации. Но, к сожалению, у нас редко инициатива идет с мест. Я еще не видел ни одного врача, который приехал и сказал, Владимир, я буду с вами, с вашим отдающим разрешением, здесь месяц сидеть и обучаться тому, что вы знаете. Чаще всего, да, у нас есть повышение квалификации, но это, как правило, фирма или район направляет людей. Во всех странах, в нормальных отношениях повышение квалификации обязательно. Каждые пять лет каждый врач практикующий должен пройти повышение квалификации. Если он не проходит, то он отстраняется из законодательного решения определенного органа ветеринарной деятельности. То есть постоянно должен быть в поиске тех знаний и получать эти знания согласно доброму направлению. Что касается ветеринарного факультета в нашем институте в Европе. Ну, это вот картинка на слабе. Это наш новый корпус, где вы находитесь. Ну, немного истории. Восемьдесят лет за это время наш факультет выпустил более двенадцати тысяч специалистов с высшим образованием. И сейчас продолжает выпускать. Четыре специальности мы готовим к темамных врачей. За инженеров, за техников, биологов и микробиологов. То есть достаточно широкий спектр образовательных программ. Обучение в течение пяти лет или десяти семестров. Согласно стандарту образовательного я не буду давать подробностей. Кто у нас будет учиться. Вы поймете разумность тех предметов, которые они проводят. Хотел бы просто пару слов сказать еще о следующем. Что на пятом курсе каждый студент имеет право выбрать специализацию. Это может быть мало год специализации. Но это достаточно для того, чтобы что-то познать в той или иной выбранной отрасли ветеринарной деятельности. Какие у нас специализации? Акушерство, гинекология, биотехнология. Кстати, мы как раз эту специализацию мы и представляем Александру Валерьевну. Ветеринарная хирургия достаточно интересная специализация. Потому что и мы хирурги, хотя мы акушеры, но мы еще исторически отточковались от хирургов. Акушерство это была одна из частей хирургии. То есть мы достаточно владеем всеми методами хирургического вмешательства. Ветеринарный сентарный экспертизм. Следующий интересный достаточно момент специализации. Болезни домашних животных. Ну и для людей, которые решили себя осветить государственному служению, они идут на специализации, связанные с государственным ветеринарным надзором. Но поверьте мне, в госветнадзор поступает двумя. Первый пункт нормальный. Когда ты имеешь колоссальный опыт работы, прекрасная прессия организаторов и тебя привлекает. Или когда ты стараешься, ну, чего-то обрегатывать. У нас еще есть возможность иногда, как говорится, по знакомству. Но это очень редко и, к счастью, я это не слышал. Поэтому, думаю, что вы сразу после специализации будете зачислены в подлоге после подзора, это очень сложно. Ну, вот, несколько слов о специализации по пушерству. Работа у нас сложная, трудная, но интересная. Пушеры, линейковые гипотехники размножения, они обеспечивают воспроизводство молотника. Если есть молотник, то, соответственно, есть какая-то рентабель. Можно говорить о продукции, можно больше говорить о уровне повышения продуктивности и так далее. Когда нет молотника, значит, остальное будет ничего. Вот эти вопросы, как у нас, мы не решаем. Что касается хирургии, у нас достаточно хорошее. И, в общем-то, сейчас мы обратим внимание, в принципе, для того, что я расскажу, а хирургическое и операционное, где можно проводить и уникальные операции. Вот на окно из фотографий, следующий вставок, видите, вот специалист в головном кровати, а это специалист, ведущий специалист в микрохирургии глаза, Тай Бузин, он ведет операции под трансплантацией в пустарнику козы, как у нас и наши операционные. То есть они с нами сотрудничают, и обхатывают, и когда лечат животных, вот с такими сложными и достаточно уникальными операциями в мировой, можно сказать, практике. Какие мы используем, кроме университетских аудиторий, площадки производства, где вы проходите обучение, и будете проходить обучение клинической практики, клинических дисциплин. Это жирноводческие комплексы наших ресурсных центров, а они, это Покровский ресурсный центр, Путер Степановский, это и Сорочинский зоотеринарный техникум, и ЛЭЦ зоотеринарных техникум. Кроме этого, фериалы и кафедр расположены во многих лучших хозяйствах области и предприятиях, перерабатывающих продолженности. Ну и комплексно-аналитическая лаборатория достаточно хорошо оснащенная, и это ветеринарная клиника аграрного университета. Одну минуточку. Покажи, пожалуйста, что у нас проводится в операционной. Пошла котенка? Ну, посмотрите, значит, хирурги приступают к рассечению кожи, но те, кто боится крови, правда, я, кстати, это будет совершенно неплохо, так что не боится, что будут брызги, но в то же время будет какое-то количество крови при рассечении кожных поплов, а дальше послойно рассекаются подхожные перчатки, мышечные структуры, и руки хирурги могут быть попадуты в брюшную полосу. То есть первый этап это лаборатория. То есть вскрытие с целью доступа оперативным к тем органам, которые мы хотим удалить для стерилизации кожи. Ну, и нормальная сейчас остаться усердно. Далее. Буквально несколько столбатой площадки, которой мы вправе гордиться. В общем, наша клиника ветеринар, она не такая плохая. У нас есть опыт знакомства из клиники других высших учебных заведений, но я скажу, что мы неплохо выглядим среди остальных. Она расположена в удобном месте, в центре города, знаете ли, в центре города, в нашем корпусе. Имеет достаточно хороший набор помещений. Набор помещений все есть практически на небольшом таком объеме 120 квадратных метров. Но, к сожалению, мы не можем с камерой пройтись по этим помещениям. Поэтому, когда вы приедете, первым делом зайдите ко мне или обратитесь в обращаемых, скажите, что я вас послал, и они вам покажут эти помещения в том виде, в котором они есть, и, конечно, вы не сможете попасть только в операционную. У нас авто на молодых. У меня, у нас, если прошу прощения, работали два очень квалифицированных специалиста. Они пришли с первого дня, то есть практически десять лет работали и уволишься с кафедры специально для того, чтобы быть именно практикующими ветеранами врачей. И по следующей время работают среди них, и все остальное это молодые наши выпускники. Поэтому, Сергей, будет добр. Следующий с вами. Я просто акцентирую внимание, что ставку у нас, как бы мы ни говорили, надо делать молодые. Они более креативные, у них все впереди, надеюсь, что и в общем-то желание вырасти до состояния, достаточно, тоже они в меньшей степени развиты. И поэтому мы, еще раз повторяю, только ориентируемся на молодых, хотя работы с ними из-за того, крайне много. Клинические занятия проводятся часто. То есть мы клинику используем как производственную площадку при изучении технических патологий, проведении операций и так далее, и так далее, и так далее. Сергей, вот у нас опытный врач, Дмитрий Михайловна, проводит операции по ультразвуковой очистке зубов. Чуть позже я, наверное, вам покажу видео, где вы увидите, как мы из зубов, отвечающих не очень хорошей частотой, у собаки тоже бывает и так далее, и так далее, делая зубы блестящие, катаются у них. И многие владельцы зубов, просто, что бы нам было сделать? Вернее, идите в клинику, медицинскую, там вам сделают, набраться в другие деньги. То есть обязательно должно быть набор помещений, переключи еще один свайд, остановись на клинике, на, прошу прощения, аптеке. Аптека. Аптечный киоск в любой клинике это дополнительно не только деньги, но и расширение сверху. Владельцы животных должны иметь возможность купить необходимый набор препаратов, который им назначается нахуй. Владелец животного должен, и очень часто бывает в определенной этапе лечения, что-то делает животным, задает, перевязывает, очищает сам. Если, конечно, не можно это сделать сам, то он прямой точечный по расходу. И мы должны обеспечить. Кроме этого, в такой ветеринарной аптеке должен весь спектр товаров зону назначения. Это и кормушки, и поилки, и определенные виды карманы. Мы тоже торгуем карманы, но в очень ограниченном количестве, потому что мы выбираем карманы только, безусловно, в безопасных режимах. Потому что, еще раз повторяю, кормал сейчас очень новый, горький, и у нас в ветеринарах сложилось впечатление, что они все безопасны для живого. А теперь, хотела бы вам перейти в следующий слайд. Следующий. К инвенционным методам ветеринарной деятельности. И здесь я передаю слово и, в общем-то, возможность показать несколько методов Аксану Валенту Филиппу. Добрый день, уважаемые ребята. Я сегодня вам покажу два способа диагностики. Вы прекрасно понимаете, что самое главное как для медика, так и для ветеринарного врача правильно поставить диагноз. Если диагноз будет поставлен неверным, соответственно, будет назначен неверное лечение. А это приведет к тому, что та терапия, которая будет осуществляться, она в лучшем случае не повредит животному, а в худшем случае состояние животного будет ухудшаться. И поэтому очень важно как для медиков, так и для нас ветеринаров провести грамотную диагностику. Это в первый, второй прием необходимо провести самый максимальный осмотр животного, решить вопрос о том, какие диагностические манипуляции необходимо назначить для того, чтобы выбрать правильную тактику лечения. Я хотела начинать с электрокардиограммы, но, к сожалению, животное у нас беспокоится, поэтому я начну рассказывать методы, которые являются самым информативным методом, это метод ультразвуковой диагностики. Помогать мне будут сегодня ребята специализации, которые занимаются у нас, и они же являются кружков с амикатами. Метод ультразвуковой диагностики, он позволяет, позволяет буквально за один осмотр показать все внутренние органы животного. Не только увидеть эти органы, но и дать их функциональную морфологическую оценку. Для того, чтобы провести ультразвуковую диагностику, необходимо собрать анализ, то есть это поговорить с владельцами животного, это если хозяйство, и речь идет не о мелких непродуктивных животных, а о крупных сельскохозяйственных животных, это нужно поговорить с ветврачами, которые работают на фермах. То есть мы собираем анализ, мы изучаем клиническую картину, после этого мы должны заняться животным. Если мы будем проводить диагностику мелких непродуктивных животных, мы фиксируем по общепринятой методике в спинном положении и подготавливаем область проекции внутренних органов. В данном случае это абдоминальная область, область живота. Обязательно убирается шерстный покров, обезжиривается кожа спиртом и наносится контактный гель. В каких случаях обращаются для укрозвуковой диагностики? Чаще всего обращаются, если необходимо провести исследование органов, ну при такой симптоматике, как рвота у животных. Частые позывы либо рвота, в этом случае обязательно обращаются и проводят укрозвуковую диагностику. Увеличение живота в объеме, как вот у нас сегодня лежит животное. Обратите внимание, насколько увеличен у кошки живот. Мы должны поставить диагноз, с чем это связано. Это может быть увеличение печени, это может быть и беременность, это может быть и такая патология, которая считается очень серьезной, называется асцена. Сегодня мы проведем диагностику и увидим то, что нам покажет ультразвуковой аппарат. При помощи ультразвукового исследования можно определить размеры органов и сравнить эти размеры, которые мы получим. Они будут настоящие, линейные размеры, с теми, которые должны быть у животного определенного вида в определенном возрасте. Но это обязательно нужно знать не только топографическую анатомию, это нужно знать и клиническую картину многих заболеваний. Поэтому те, ту информацию, которую вам дают преподаватели, это я говорю для студентов, и для учеников школы, те преподаватели, которые вас будут обучать начиная с начальной школы, с начальных курсов, нужно действительно все слушать и запоминать. Потому что анатомию проходят на первом курсе, а визуальную диагностику мы преподаем студентам на пятом курсе. И вот с анатомией ребята должны помнить и знать, где располагается какой орган и какие размеры этого органа в норме у определенного вида животных. Часто обращаются хозяев с животными при таких патологиях, как острое отсутствие мочи. Есть такое заболевание, которое носит название мочекаменная болезнь. Вы, наверное, неоднократно слышали. В этом случае мы обращаем внимание не только на мочевой пузырь, потому что в результате этого поражается не только мочевой пузырь, но и страдают почки. Поэтому при диагностике нужно обязательно обращать внимание на почки, потому что возникает такое заболевание, как вторичный гидронефроз, и нужно кардинально принимать решение, то есть нужно проводить экстренная постановка контентера. Есть действительно экстренная необходимость проведения ультразвуковой диагностики. То есть она может быть плановой, когда по договоренности с врачом подходят пациенты и исследуется животное. И диагностика может быть экстренная. Когда животное экстренно привезли, это может быть и полевое ранение, это может быть и пиометра. В этом случае после диагностики мы выступаем как последняя инстанция, которая позволяет врачу принимать какое-то решение. если это тяжелый случай, это будет эвтаназия, если это более легкий случай, который позволяет сохранить жизнь животному, это будет либо оперативное вмешательство, либо какая-то серьезная терапия консервативная. Владимир Ильич, здесь Ваше разрешение начало проводить эту звуковую диагностику по 3 недели. Вот так. Вы животное подготовили. Ребята помогли зафиксировать животное. Наносим контактный гель. Без контактного геля будет сложно кто-либо увидеть. И включаем дачу. что можно сказать? Можно сказать, что это кошка. Кошка беременная. Вот визуализируются внутренние органы плода. Небольшего экрана не видно, да, Владимир Ильич? Вот визуализируются внутренние органы плода. Поперечный разрез, хорошо видно печень, хорошо виден желудок, который заполнен жидкостью, плод проглатывает около плодной жидкости в процессе своего развития. И поэтому, если плод жив, мы видим именно плод заполненный жидкостью. Если плод будет мертв, брожение начинается именно с желудка и тогда там образуется газ. В результате этого мы увидим не аэхогенную картину, а картина будет гиперэхогенной, поскольку газ именно такой вид и дает. визуализируется позвоночник и сердцебиение плода. сердцебиение плода. Соответственно, мы можем сделать заключение, что плоды живы у животного последний триместр беременности, практически на днях, это сегодня, завтра, будет выполнение. Вы, наверное, все знаете, какой диаграмм, я здесь предлагаю ответственность у нас много дефицит, и мы сократим объяснение, для чего делается это патология или же отсутствие онов сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, сердце. Поэтому, Асамалин, готовы? Да, готовы. В общем-то, на нашей кафедре есть картина, которая позволяет определить электрокардиограмму, причем вносить электронную сейчас началась запись электрокардиограмма. А компьютер на электрокардиографе от простой принциписчика отличается тем, что в базе данных остаются все параметры потенциалов. И компьютер уже непосредственно на исходя из этих параметров рассчитывает есть определенные математические модели, которые позволяют выделить именно каталогию. И делать заключение. Конечно, это заключение, оно приблизительное. И специалист, в первую очередь, должен знать читателя кардиограмму сам, но в то же время компьютер четко регистрирует наиболее ярко выраженные каталогии, как, допустим, аритмия, экстрасистолия и так далее и тому подобное. Компьютер тоже может и распечатать. То есть мы распечатываем базу данных, допустим, математики животных направляют из других клиентов, приходят к нам. И у нас заключение на пяти листах где математические модели, то есть специалист по электрокандиографии, спокойно уже прочитав заключение, будет видеть, где какие-то проблемы с работой того или иного отдела сердечно-сосудистой системы. Мы этот прибор используем, конечно, в первую очередь на мелких портиручивых животных, но приезжая в хозяйство, это касается чаще всего лошадей. То есть этот вид животных, особенно те, которые используются на скачках, они часто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и патологией сердца, и нас просят сделать такой манипторик за 10 недель. Это, конечно, здорово помогает для постановки диагноза, в дальнейшем, для лечения. И вот какая электрокродиограмма здесь отмечена синусовая аритмия, выражена, но я думаю, что она связана, в первую очередь, с определенным стрессом. Ну, вот мне подскажут, что и прошлые исследования были определенные изменения в сердечной деятельности. То есть это серьезный документ, который позволяет сопоставить результаты следующих исследований и сделать какие-то заключения. А теперь перейдем к еще одному достаточно интересному виду, для тех, кто зависит в деятельности нашей. это электронные компьютерные микроскопии, прошу прощения, я обозвался, это не электронные, а именно компьютеры. То есть это хорошего качественного видеокамера, прекрасный микроскоп, программа, хороший, соответственно, процессор, который позволяет нам визуализировать много. И не только визуализировать, в том числе и на экране, и большом, но запоминать эти данные. Мы можем и распечатывать, и оставлять в памяти, и делать видео. Вот на данном мониторе сейчас будет исследование тоже студент выпускного курса Игорь Чекуров, исследование спермы барана. Репутология как раз чаще всего занимается, и я не знаю, насколько хорошо видно, но нам прекрасно видно, эта сперма всегда была у животного. Вчера мы говорим, что и видим, что есть много нежизнеспособных элементов, но есть спермы, которые еще двигаются достаточно поступательно, и это хорошо видно. То есть, мы видим картинку, можем ее тут же записать, можем передать владельцу, заинтересованному лицу, в качестве документа о качестве спермопродукции того или иного животного. Кроме, конечно, таких вот, кстати, очень интересный метод изучения спермы продукции, нас просят, в том числе, о Оренбургской по племенной работе проводить исследование спермы у быков-производителей, можно исследовать все и вся, что подвергается микроскопии. Это и кровь, это и гистология, и много и много другое, что нам можно именно протестировать с точки зрения микроскопа. Конечно, удобства величайшие, и глаза не напрягаются, кто работал с микроскопом или будет работать с микроскопом, представляет себе, насколько это тяжкий труд изо дня в день смотреть в окуляр этого замечательного прибора. Так, операция закончилась, чуть позже нам поднесут это животное и увидят, что оно совершенно нормально себя чувствует, правда, еще под наркозом. Чуть позже они подойдут. Хотелось бы вам из той линейки, которая здесь расположена на ферму приборов и тех оборотов, показать то, что используется в первую очередь на ферме. Потому что вот это оборудование, конечно, на ферму можно привести, но как-то не очень она там будет работать. Это лабораторное оборудование. А мы используем, и нам чаще всего приходится именно на ферме. мы люди, хотя и живем на асфальте, но наш интерес именно в селе. И одним из таких уникальных, что я считаю, и это не только я считаю, это мировая практика приборов, это ультразвуковой сканер, итальянский концерн Исота, то, что вот для Оксаны Валерьевны вам давала достаточно крупный модель для РАН, вот этот сканер называется Тринго Лай. Тринго по-европейски это такая маленькая птичка, тресопуска, которая может залезть и увидеть все и вся. Вот этот прибор весит всего 800 грамм. Любой, работает при любых температурах. Вы работали и при минусовых, минус семь, минус семнадцать, у нас приходилось работать в течение нескольких часов, четырех часов, и он отказа не дал. Почему? Потому что этот прибор полностью адаптирован к условиям фермы. Мы проводим исследования этим прибором, ультразвуковые исследования. В первую очередь, гинекологические. Это ранняя диагностика беременности позволяет приследовать животное с полной достоверности, начиная с тридцатого дня. Кто специалист представляет себе, что никакими другими методами, кроме, может быть, гормонального, который сложный и является лабораторным, это невозможно сделать. А врач это делает очень и очень быстро. Ну и другие патологии, связанные с болезнью яичников, матки, легко диагностироваться. Ну, здесь еще раз повторяю, много чего хотелось бы обратить внимание на аппараты, которые тоже практически очень удобно в работе по диагностике маститов, субклинических. Клинические маститы видно, снижение продуктивности, изменение качества молока, болезни и так далее. А то, что является соплиникой, как правило, не представляет никаких видимых признаков. И вот этот прибор мастит-тест легко определяется, заполняется прибор, лунка, приемная лунка молоком, закрывается, нажимается на кнопочку и считывается показатели. Соответствующий показатель свидетельствует о здоровье морочной железе или какой-то патологическом процессе. Ну, еще раз повторяю, время вебинара закончилось, я не буду больше вас, как говорится, задерживать. Хотелось бы сказать следующее, что, в общем-то, ветеринарный бизнес это социально ответственный бизнес. Кроме решения своих проблем, вы должны любить животных. Вы должны очень корректно относиться к владельцам животных, быть предельно вежливыми, добропорядочными с ними, ласковыми именно с животными. Только в этом случае, учитывая ваши знания, я надеюсь, в будущем ветеринарных врачей вы сможете достичь каких-то успехов в бизнесе. Успехов вам! Спасибо! Так, прошу прощения, хотелось бы показать кошку. Светлана Асановна. Ну что, поаплазируем. Ну что, покажите нам поближе, глазки. Жива, здорова? Жива, находится в состоянии наркоза, в течение которого она будет находиться сутки. в том, операция, в общем-то, с точки зрения хирургии не сложная, но, если с точки зрения, как говорится, цели и направленности, она достаточно правильная. То есть, это животное в дальнейшем не будет никаких иметь патологии и половых органов, и молочной железы, и будет радовать вас иметь владельцев животных долго. Спасибо. Владимир Ильич, спасибо большое за безумный интересное занятие. Можно посмотреть короткий провокационный вопрос. Законница Вика в раздумьях все еще не туда, а не сюда. Ведь, Ваша, куда вас идите, на медицинский или ветеринарный? Я уже говорю вам слово. Это не провокационный вопрос, это вопрос выбора регион. Потому что та или специальность, еще раз повторяю, она настолько гуманная. Говорит, что медицинская, гуманная медицина, она хуже, чем ветеринарная, наоборот, для медицинских. Здесь вы должны понять, что вам ближе. Работа ветеринарная, врача, она, конечно, сложнее. Порядок получен. Вы не получаете никакого аналога. У нас, владельцы, прошу прощения, животных. Животные молчат. То есть, здесь вам придется знать много того, что и по косвенным признакам много не расскажут, когда это не стало плохо. Хорошо, если владельцы живут очень внимательные. Эта профессия, она не сказать, что мы грязная. То, что мы иногда говорили на ферме совсем чистой, не является грязью. Мы принимаем душ, обрабатываем все, обрабатываем все. Нет, на ферме, конечно, я одеваюсь как водолаз, это надо видеть. То есть, я полностью защищен от грязи, это правильно, но в то же время и эта проблема существует. То есть, вы должны понять, что вам ближе, животные с их проблемами, или же нет. Если вы выберете и почувствуете именно тягу животных к их лечению, то просим к нам. Спасибо. большое. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто присутствовал на занятии и проводил все эксперименты присутствующим в студиях первого курса. Нашим кроликам и кошкам тоже большое спасибо. И вам благодарю, большое спасибо. Я хочу, чтобы сделать одно маленькое объявление. Следующий занятие будет у вас уже в понедельник, 21 марта, также 26 дня, и передаю выступит ректор Эльбусского государственного университета Харапур Владимир Васильевич. Так что, до встречи в понедельник. До свидания.